Улица Зубковой, 24. Осенние пейзажи и ужасающие колеи. На месте, где должна располагаться зона для отдыха людей. Здесь же проходит пешеходная тропинка, по которой жители близлежащих домов отводят своих детей в школу и детский сад. Случайные прохожие – тоже частые гости этого двора. На самом деле очень плохо. Грязь, лужи. Как тут? Тут невозможно пройти, смотреть. Были чистые ботинки с утра, а как? Все. Часто ли приходится здесь проходить? Мы здесь не живем, а просто прошли мимо и, конечно, ужаснулись. Но это везде проблема в таких районах. Очень странно, почему не смотрят на это. Машины заезжают на детские площадки, конечно. Очень плохо, что нет ограниченной территории специально. Жильцы этого двора устали от сложившейся ситуации. Чтобы предотвратить проникновение автомобиля на территорию зоны отдыха, на днях вбили железные трубы в землю. Активисты пожелали остаться неизвестными. По их словам, возмущения автомобилистов уже начались. И пусть столбики – это, с одной стороны, путь к порядку, в данном случае они незаконны, поскольку земля во дворе муниципальная. Если земля является, как я уже сказал, муниципальной, она не находится в собственности жильцов, тогда это нарушение. Префектура выходит и демонтирует эти столбики. Часто префектура района уведомляет жильцов о необходимости демонтажа. И если реакции нет, принимаются меры для ликвидации всех незаконных конструкций. За год префектурой составлено порядка 500 протоколов на таких нарушителей. Штрафов наложено административной комиссией Октябрьского района на общую сумму около 350 тысяч рублей. Также часто жители ставят самовольно конструкции парковочные. Это могут быть столбики, это могут быть цепочки. Тем самым, как бы отмечают они, как они думают, свое парковочное место. Такие конструкции префектура также демонтирует. К настоящему моменту нами было демонтировано около 200 таких парковочных конструкций. Из них 89 принудительно. Проблема в данном дворе, по словам префекта, не решается по одной причине. Жильцы домов не могут договориться о том, как использовать ту территорию, на которой расположена зона отдыха, детская площадка и место для сушки вещей. В том случае, если жители принимают решение о переходе дворовой территории из муниципальной собственности в общедолевую, тогда уже люди имеют полное право заняться обустройством зон во дворе. Расширить или уменьшить детскую площадку, или добавить в парковочные места. Какой вы видите выход из ситуации? Либо немножечко зону выделять, делать асфальтировать, и все-таки, чтобы было побольше мест. Либо? Какой? Либо автостоянки. Все, больше никаких. Ну а вообще около домов много автостоянок вы замечали? Есть в Дашках конкретно? Ну, в Дашках, наверное, вот я знаю, 3-4. И то, туда приезжаешь, там уже места нет. Да? Они все забитые. Поэтому вот в этом плане мне нравится очень, конечно, вот в Москве. Там все-таки вот эти трехэтажные делают стоянки рядом с домами. Все-таки удобнее. И я посмотрела, когда говорю, я бы даже и туда поставила. Все равно машина под крышей стоит, не так, как на улице. И заплатила бы, и все. Большой вопрос вызывает проектировка городских территорий. Ведь, по словам местных жителей, даже ранее существовавшие стоянки для машин теперь застраиваются новыми домами. Автолюбителей с каждым годом становится все больше. И теперь во дворах конфликты только накаляются. Быть может, жителям настало время формировать дворовые территории самостоятельно и решать судьбу парковок на общедомовых собраниях. Анна Герцовская, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».